Правильное выполнение? Да, правильное выполнение. Не забывай только прожимать лопатки вверху. Вот так вот. И хотя Юлия точно знает, как правильно, тренер, она все равно спрашивает, чтобы не было проблем. О том, что даже одно не так выполненное упражнение может привести к травме, Юлия знает не понаслышке. 9 лет назад девушка начала заниматься в зале и попала на неопытного тренера в результате проблемы со здоровьем. Мне прописали неправильное питание. Он решил меня сразу посадить на диету. Диета жесткая. Резко посадили меня, честно говоря, на сплошные яичные белки. Решили подготовить меня к соревнованиям. И потом мне было достаточно плохо, нехорошо. После соревнований я, естественно, как любитель поесть все самое вкусненькое, готовила супы борщи. Снова села на супы борщи, и у меня желудок отказывался принимать любую другую пищу. Теперь, говорит, нашла Никиту. Он точно знает, как правильно отжиматься или тянуть штангу. Никита 6 лет работал тренером в Канаде, там же и учился. Говорит, знания – это не только работа, но и ответственность за своего клиента. Тренера должны понимать, что есть базовые правила, базовые упражнения, которые самые травмоопасные. Их всего несколько. И их, в первую очередь, нужно объяснить человеку и досконально контролировать его технику. И также нужно знать специфичную анатомию человека, какое выполнение подходит. И бывает такое, что даже тот же базовый присед, он не подходит некоторым людям вовсе в причину их специфичной анатомии. Длинные бедра, длинный торс. Вот так вот. И под них нужно подбирать. Но не все тренеры такие, как Никита, есть те, кто пришел в фитнес из совершенно других сфер. Например, занимались сами и решили, почему бы не начать тренировать других. Таких, говорит спортсмен со стажем Олег Щербаков, очень много. В фитнес-клубах, в фитнес-залах в большинстве случаев тренируют люди с различными другими профессиями. Перечислять их всех не будем, начиная от сантехники и заканчивая, я не знаю, инженеров. К примеру, я с уважением ко всем этим специальностям отношусь. Но именно с профессиональным, подчеркиваю, образованием там людей очень мало. И таких тренеров станет меньше, обещает в Госдуме. Там предложили ввести особые профессиональные стандарты для фитнес-инструкторов. Однако в крупных клубах, говорят управляющие фитнес-центров, на работу уже давно принимают только по собеседованию. Тренер должен сдать определенный экзамен. Из опыта работы старшим тренером, из опыта проведения собеседований, наличие диплома в высшем образовании спортивном, оно еще не дает ни в коем случае гарантии о том, что человек трудоустроится и будет работать, и будет качественно выполнять свои услуги. Если человек закончил курсы, приходит и на собеседование, ну, просто не отвечает практически ни на один вопрос, естественно, такого человека не берем. Получается, с одной стороны, закон поможет отсеять людей, которые недостаточно опытны для работы с клиентами. С другой, он может закрыть дорогу в спорт тем, кто знает о работе все, но не имеет профильного образования, говорят краевые парламентарии. Найти оптимальный баланс, чтобы, с одной стороны, действительно, приходя в фитнес-клуб, ты мог быть уверен, что тот специалист, который тебе рекомендует ту или иную программу, он действительно знает, о чем он говорит. У него есть определенные навыки, у него есть определенный опыт, но, с другой стороны, не хотелось бы, чтобы это все стало колом, как у нас часто бывает, чтобы перегнули в другую сторону, когда вообще невозможно ничего будет проходить. Но пока закон о фитнесе Госдума одобрила в первом чтении, но готовиться фитнес-клубы начали заблаговременно. Многие спортзалы уже намерены отправлять своих сотрудников на обучение и повышение квалификаций. А это значит, что если закон примут, цена на многие услуги фитнес-клубов может значительно вырасти. Алена Крошенинникова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok